МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Юлия Калашникова. Добрый день. Вначале коротко о главном. Два ЧП с белорусами в Крыму. Люди попали в экстремальные ситуации в горах и море. Ноу-хау очередного сезона. Уже в сентябре Дворец Республики примет зрителей в обновленном Большом зале. Анастасия Иванникова наблюдала за подготовкой. Принцессу Диану, возможно, убили. 16 лет спустя у британских полицейских появились новые сведения о причинах роковой аварии. Чудом никто не пострадал. В серьезной аварии под Гомелем столкнулись две легковушки. В результате одна перевернулась. Вторая влетела в забор. Автомобили серьезно повреждены. Одно из машин смяло так, что задние колеса почти достали до сидения водителя. А в самом Гомеле днем на проезжую часть рухнули два столба. Удивительно, но никто не пострадал. Хотя один из них едва не зацепил троллейбус и маршрутку. А также припаркованные машины. Столб упал между двумя автомобилями. А второй лишь задел стоящую легковушку. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Только водители испытали неудобства. Ведь пока мачты убирались с дороги, пришлось ограничить движение. Яблочный футбол и баскетбол. В такие виды спорта сегодня можно поиграть в горнолыжном центре под Минском. Там в эти минуты отмечают яблочный спас. В программе праздника показательные выступления, кулинарные мастер-классы и тематические конкурсы. С помощью чудо-фрукта можно даже погадать, получить предсказания. Ну и конечно же не обошлось без дегустации. Попробовать все сорта яблок, а заодно пополнить запасы на осень, гости смогли на специальной ярмарке. Праздничное настроение очень хорошо, когда создается уют, доброта, тепло. И такое событие наше, белорусское, яблочный спас, это тоже очень хорошо и прекрасно. И в общем-то приятно время проводить, вот глядя на всю эту красоту, на урожай, радуешься. Мне праздник нравится, но он такой приятный, яблочный праздник. Я ем яблоки каждый день. Мы решили в воскресенье приехать всей семьей, отдохнуть, поиграть, поучаствовать. Чтобы дети тоже перенимали традиции, даже чтили, почитали. И передавали дальше с поколения в поколение. Ну и конечно здесь весело, и детям не что показать. Дворец Республики готовится к новому сезону. Значительно преобразится большой зал. Изменения ощутят как зрители, вместо старых кресел появятся новые, так и артисты. Специалисты уже устанавливают самое современное оборудование. Специально из Лондона привезли пульт, аналогов которому в Беларуси еще нет. Он полностью компьютеризирован и соответствует всем мировым стандартам. Обновленная концертная площадка сможет обеспечивать технический райдер даже самых требовательных артистов. Анастасия Иванникова подробнее. Вот в этой консоли находится все то, что когда-то находилось в больших реках. За рулем своего Боинга, как в шутку называют микшерный пульт звукорежиссеры, он чувствует себя уверенно. Специфику работы Максим Шаковец освоил довольно быстро. А ведь такого звукового ноу-хау до сих пор не видели нигде в Беларуси. Да и по всему СНГ подобных модификаций пульта едва ли найдется с десяток. Лондонский новичок полностью компьютеризирован и сейчас приживается на белорусской артистической земле. Пульт сам по себе, он уникален, он легок в работе, удобен и соответствует всем мировым запросам. Буквально неделю тому назад были установлены последние кресла и вы можете наблюдать, как заканчивается этот процесс. Служба звука ведет наладку системы колонок. Модернизация комплекса Большого Зала первая на очереди, к слову, впервые за всю историю Минского Дворца Республики и такие масштабы преображений. Наладка светового оборудования, которая будет задействована в предстоящем сезоне, уже заменены 80% кресел. Обновленная площадка будет готова обеспечить технический райдер любого артиста, в том числе и звезд первой величины. Большая часть концертов нашего сезона и основной момент, когда мы можем это делать, это как раз лет. Но вот лето уже подходит к концу и, соответственно, и наше переоснащение уже подходит к концу. А вот комфортный режим и для зрителей, и для артистов поможет поддерживать эта установка. Импортные комплектующие, но сборка отечественная. На модернизацию помещения холодильной станции ушло около 8 миллиардов рублей. Причем 90% как раз-таки стоимость самой установки. Об уникальности говорить не стоит. К тому же она не требует специального обслуживающего персонала. До настоящего времени для этих целей у нас использовалось сравнительно устаревшее техническое оборудование, энергоемкое, 89-го года выпуска, но и, к сожалению, работающие на озоноразрушающем плата агенте. По этой причине в прошлом году руководством Дворца Республики было принято решение о выполнении работ по модернизации холодильной станции. Уже известна и программа нового сезона. Во Дворце Республики уверены, к первому сентября новая площадка будет полностью готова. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа недели. И вот некоторые ее темы. Больше шальных денег в спорте не будет. Достал, положил на стол результат, получи бешеные деньги. Нет результата – нет денег. Спорт больших достижений и большие деньги – знак равенства. Какова цена победы и что необходимо для олимпийского успеха? Ольга Макей, Оспорт. До зимней Олимпиады в Сочи осталось всего 173 дня. Этот счетчик у Дворца Спорта на Минском проспекте победителей словно напоминает и атлетам, и функционерам. Времени осталось немного, а Беларусь – спортивная страна, и белорусы ждут этих самых побед. Построил вот все стены, сейчас сам кладу переговорот. Почему нам так нужен собственный цемент? И куда исчезли очереди за серым веществом? Наталья Бреус – надежный фундамент. Кто знает, может быть, очереди стояли бы и сегодня, если бы в 2007 году не было принято принципиальное решение о том, что цементной отрасли в Беларуси быть. Вот там стоит унитаз, на этой стенке стоит бойлер, и здесь стоит еще вентилятор. Так ли страшна перепланировка, как ее молюют, и как сделать ремонт, не нарушив закона? Алексей Мартиненок, «Квартирный вопрос». Теперь отдельный проект нужен даже для того, чтобы установить, например, спутниковую тарелку или кондиционер. А это стоит дополнительных денег, так что лучше заплатить государству или заниматься самодеятельностью. Шоппинг вне закона. Где заканчиваются права потребителя и начинается обязанность продавца? И всегда ли клиент прав? Анастасия Дегтярь. Торговля за рамками. Ушумевший гомельский конфликт охранник-покупатель. Цена боевика – две шоколадки по полторы тысячи рублей. Торговля за рамками. Который победил в этом году, пока неизвестно. В качестве приза он получил 15 тысяч долларов. А этим вечером будем болеть за еще одну белорусскую в Америке. В Ценцинате Виктория Азаренко вступит в теннисную схватку со своей самой неудобной соперницей – Сиреной Уильямс. Все детали предстоящего поединка в спортивном обозрении Александра Карася. Всего доброго и хорошего вечера.